Мы возобновляем нашу работу. Я с удовольствием вам представляю Николая Васильевича Злобина, которого многие на факультете, безусловно, знают, поскольку он с самого первого дня создания факультета государственного управления был его преподавателем, сотрудником. Сейчас он больше времени проводит в Соединенных Штатах Америки, является достаточно активным участником международных дискуссий, которые происходят, и поэтому, я думаю, мы его поприветствуем, мы с ним поговорим о проблемах внешней политики России. Но я прежде хотел бы, прежде чем мы начнем эту дискуссию, предоставить слово присутствующих здесь, но почему-то не приглашенных на сцену представителей как раз научной общественности из-за рубежа. Я с удовольствием приветствую у нас Марика Вахоску, ректора высшей технической экономической школы из Чешской Республики. и Ричарда Джеллиера, директора школы государственного управления университета Гранд-Вэлли из Мичигана. И я спросил бы их тоже присоединиться к нам и выступить с небольшой приветственной речью. Спасибо. Присоединяйтесь, пожалуйста. Марик Вахоска, пожалуйста, вам слово. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я, с вашего позволения, буду говорить по-английски. Вообще говоря, я знаю русский, понимаю выступающих, но, с вашего позволения, мне просто удобнее выступить перед вами сегодня по-английски. Я иду из Чехии. Я представляю Чешскую Республику, как вы знаете, это страна в сердце Европы. Ну и у нас ситуация несколько отличается от ситуации, которая здесь у вас. Ну, как вы знаете, Чехия вступила в Европейский Союз, а это значит, что на нашу страну распространяются правила региональной политики, которые приняты в Европейском Союзе. Это означает, что фактически в нашу страну была импортирована законодательная система ЕС. То есть, являясь независимой республикой, в то же время официальные лица из Брюсселя имеют возможность диктовать нашей стране свои правила. И я должен сказать, что большинство моих соотечественников не согласны с политикой Европейской Союзой. Но мы не имеем силы, чтобы это изменилось сегодня. Согласно с той политикой, которую проводит Брюссель, но не в нашей власти в данный момент что-либо изменить. То есть, я должен сказать, что эта конференция очень интересна для меня, и этот вопрос очень интересный. И я бы сказал, что я спрашиваю, какие результаты этой конференции будут. Я должен сказать, что я надеюсь, что я надеюсь, что это будет. И по этим причинам, мне чрезвычайно интересна сегодняшняя конференция здесь. Я с нетерпением жду ее результатов, ее итогов. Я желаю вам с пользой провести этот день, конференцию. И я уверен, что вы получите удовольствие от сегодняшнего научного мероприятия. Я желаю вам с удовольствием сегодняшнего научного мероприятия. И приятного вам дня. Спасибо, Марек. Вы выразили те критические настроения, которые сейчас существуют в Европе, и которые так ясно отразились в недавних европейских выборах. Ричард Джеллер, please. А сейчас слово Ричарду Джеллеру. Майк, you can use the podium, whatever. Спасибо. Ричард Джеллер. Я хотел бы сказать, что я нахожусь в данный момент в Московском университете, я получил приглашение по стипендии Fullbright, я нахожусь здесь с семьей, с женой и с тремя детьми. Мне очень нравится пребывание в Московском университете и я получаю удовлетворение от той научной деятельности, которую я могу здесь вести. Это прекрасная университет, с ее ручной историей, и я получил все мои декорации от МСУ, Мишиганской университет, поэтому моя аффилиация подходит в Московском университете, плюс аппарал, который я купил здесь, будет вновь быть вновь в доме. Я знаю об истории, богатой истории вашего учебного заведения и должен вам сказать, что я горжусь, что теперь и я в каком-то смысле причастен к этой истории. Я рад, что мне выпала такая честь налаживать научные связи между МГУ и тем учебным заведением, которое представляю я. Это государственный университет штата Мичиган. Также я хотел бы подчеркнуть, что мне очень нравится, быть членом команды факультета государственного управления. Для меня этот факультет стал настоящей научной лабораторией, которая позволяет мне, можно сказать, по-новому взглянуть на мир и получить неоценимый опыт. Я также имею опыт научного сотрудничества с Великобританией, с Австралией, но еще раз повторю, тот опыт, который я получаю здесь, является поистине уникальным. Моя стажировка уже подходит к концу. И скоро мне нужно будет возвращаться домой. Но я хотел бы выразить уверенность, что когда-нибудь еще мне представится возможность приехать сюда, потому что это поистине незабываемые несколько месяцев моей жизни. И я, и моя семья, мы по-настоящему поражены гостеприимством россиян, гостеприимством этого учебного заведения в частности. И, наконец, despite any sort of geopolitical differences that might divide us at times, it's been very obvious to my time here that we have much more in common, especially love of family and country, that is stronger than anything that divides us. Я должен сказать, что я нахожусь здесь в такой исторический момент, когда стали заметны некоторые разногласия и различия между нашими странами. Но при этом важно отметить, что у наших стран, у наших систем много общего. И это также мне стало очевидно за время моего пребывания здесь. Наши страны объединяют ценности, такие ценности, как патриотизм, как любовь к семье. Ну и я хотел бы сказать, что один из послов США, в Российской Федерации вырос в том же городе, что и я. И более того, мой отец, который работает директором школы в том городке, где я вырос, какое-то время даже учил дипломата, который затем некоторое время работал послом США в Российской Федерации. Спасибо. Я надеюсь, что сотрудничество между нашими странами и между университетами наших стран будет лишь крепнуть. Спасибо большое, Ричард. Ну, мы... Спасибо. Вы можете сидеть здесь. Да, почему не? Или вы можете присоединиться в дискуссии, в самом деле. Ну, Николай Злобин меня сейчас тоже напомнил, что у него был студент по фамилии Майк Макфол, который потом тоже в Стэнфорде, потом стал послом Соединенных Штатов Российской Федерации. Я полагаю, он был не лучшим студентом, учитывая результаты его деятельности. Но, тем не менее, мы действительно встречаемся, Ричард Прав, в интересное время, любое время интересное, но сейчас оно не только интересное, но и достаточно тревожное. Я, честно говоря, не помню в своей жизни столь напряженной атмосферы в российско-американских отношениях. Чем-то это напоминает Карибский кризис, чем-то это напоминает Холодную войну, хотя в некоторых направлениях мы двинулись дальше, чем Холодная война, потому что даже в самые сложные годы Холодной войны не было никаких санкций в отношении официальных лиц двух государств, никогда не было запрета на путешествия, никогда не было санкций экономического свойства в отношении бизнес-элиты и так далее. То есть в годы Холодной войны все-таки отношения оставались более цивилизованными, чем они являются сейчас. И в то же время действительно трудно себе представить другой момент, когда бы расхождение просто в оценке того, что происходит в мире, были такими серьезными. Потому что, конечно, Украина, я согласен с Олегом Морозовым, который выступал до перерыва, что, конечно, это не вопрос чисто отношений России и Украины, это серьезный геополитический разлом, который сейчас проходит уже через Украину. И оценка действительно диаметральная. То есть, с одной стороны, это оценка произошедшего на Украине как демократической революции, с другой стороны, как государственного переворота, оценка того, что происходит в Восточной сейчас Украине, с одной стороны, это агрессия со стороны России и поддержанной Россией сепаратистов, с другой стороны, это национально-антифашистское движение за независимость от незаконной киевской власти. Вопрос о санкциях, который встает все более и более остро, потому что и здесь разногласия уже проходят внутри элит, потому что, с одной стороны, часть элиты и в России, и в Соединенных Штатах говорят, что эти санкции могут принести к очень серьезным последствиям, вызвать очень серьезные негативные явления. А с другой стороны, часть элиты и в России, и в Америке говорят об обольше этих санкций, потому что это как бы разводит страны друг с другом и стимулирует некоторые процессы внутри России, например. Очень распространена точка зрения о том, что если американские санкции будут все более серьезны, тем более серьезно Россия возьмется за внутренние реформы, тем быстрее будут проведены необходимые преобразования, и запущен мотор развития внутри самой страны. И в качестве доказательства приводит то, что как раз с момента введения американских санкций российский фондовый рынок переживает ралли, он растет, рубль укрепляется. И прогнозы, в том числе и вот совершенно недавний прогноз Bank of America в отношении перспектив российской экономики, тоже начинают пересматриваться в лучшую сторону. То есть особенно после сделок с Китаем, которые были простимулированы нынешним кризисом, и после того, как Россия присоединила Крым, потому что до этого никто еще не считал Крым и его ВВП в составе российского ВВП. Это тоже несомненная прибавка, хотим мы того или нет. Во всяком случае, в арифметическом выражении точно. Поэтому очень действительно сложная ситуация. Сегодня вот на Вестях ФМ с утра проводился опрос радиослушателей на тему «Будет ли война?» И это впервые, наверное, в моей жизни такой опрос радиослушателей проводится. Что-то тревожное витает. Обама выступил с важнейшей внешнеполитической речью вчера. И вот хотелось бы на все эти темы поговорить прежде всего с Николаем Васильевичем Злобиным, который не так давно вернулся из Вашингтона, имел возможность зайти и в Белый дом. И, конечно, внимательно следить за ситуацией и из Соединенных Штатов, и из Российской Федерации. Пожалуйста, Николай Васильевич. Спасибо. Ну, мне приятно здесь быть. Это действительно мой факультет. Я вижу очень много друзей, которых я знаю уже три десятилетия. Поэтому я чувствую себя в домашних условиях. С учетом Алексеевичем мы знакомы уже страшно сказать сколько. Ты помнишь? Семьдесят четырех лет. Семьдесят четырех лет и знаем друг про друга практически все. Поэтому он знает, в принципе, что я скажу. Я знаю, что он скажет. Я думаю, что действительно ситуация на самом деле очень тревожная. Мы даже сегодня не осознаем степень остроты этой ситуации. Мы не имеем механизма, привычного механизма анализа и разрешения этой ситуации. Потому что те механизмы, которые были применены в годы Холодной войны, были связаны с разницей в идеологии. Сегодня разницы в идеологии нет. Обе страны, в общем, достаточно такие мощные либеральные экономики. И не очень понятно, на основе чего, собственно говоря, нам надо искать выход из сложившейся ситуации. Во-первых, Вячеслав Алексеевич Севен прав, совершенно нет понимания взаимной логики. Россию не слышат на Западе. Это отдельная тема, почему Россию не слышат ее логику, не понимают, не принимают. Это просто Россия оказалась не в состоянии себя объяснить. Это старая проблема. Почему-то, так сказать, Россия не может объяснить свое поведение и свою политику, пусть даже разумную, но ее логика, я повторяю, не понимается Западом, логика политического поведения России. Со своей стороны, логика западного поведения и реакции на российские события здесь тоже не воспринимается как нечто адекватное. И вот это непонимание, оно стало настолько глубоким, что, по сути дела, мы, на мой взгляд, прекратили то, что вот еще недавно называлось информационной войной, потому что каждая страна работает со своим рынком. Российской версии, российские СМИ тут работают с российской аудиторией, распространяют информацию об Америке, об Украине, о глобальных проблемах. Американские СМИ работают там, украинские на Украине. Это нигде ничего не пересекается, это нельзя назвать информационной войной. Но есть несколько совершенно очевидных нарративов, которые не похожи друг на друга, но политические классы разных стран, в частности, Россия и США, исходят из этих нарративов и не хотят знать ничего другого. Это очень серьезная проблема. У нас потеряны механизмы объяснения себя, взаимодействия, разъяснения своих позиций. В Москве, тем более, сейчас и нет американского посла, что тоже является отчасти проблемой. И вот это непонимание сегодня продолжает углубляться. Совершенно очевидно. Стороны не хотят говорить друг с другом. И американская, и российская сторона практически прервали отношения, объяснения, дискуссии. И мне кажется, это первый очень печальный вывод. Второй, я вам расскажу, так сказать, 2-3 таких тезисов о американском отношении к тому, что происходит в России, вокруг Крыма, после Крыма. И можно к этому относиться по-разному, но это реальность. Американский паровоз, так скажем, антироссийский на сегодняшний день, в общем, разогнался очень сильно. Остановить его будет, если это будет возможно остановить, остановить его будет очень нелегко. То, что здесь так вот Вячеслав Алексеевич назвал словом санкции, конечно, санкциями по большому счету не являются. Это такие первые, очень робкие признаки той новой политики, которая сегодня начинает вырабатываться на Западе, в первую очередь в Соединенных Штатах, по отношению к России. Это как первые симптомы заболевания. Это, так сказать, они слабенькие, их еще не очень видно. Америка, как огромный, мощный, такой очень инерционный, так сказать, ледокол, он разворачивается очень медленно. Вот этот разворот начался, он займет несколько лет. То есть, вообще, на самом деле, главная проблема, на мой взгляд, еще впереди, когда он развернется. Начинает вырабатываться новая политика в отношении России, принципиально другая, чем она была в предыдущие 20-25 лет. И эта политика, конечно, будет в большей мере уже разрабатываться в следующей администрации. Обама уйдет в январе 2017 года. Он уже этим не будет заниматься, в следующей администрации будет этим заниматься. Но по настроению в Вашингтоне я чувствую, что ожесточенность, агрессивность в экспертных, журналистских, политических бизнес-кругах по отношению к России очень-очень сильная, и она продолжает нарастать. Это вот реальность, с которой надо иметь дело. И здесь, мне кажется, с российской стороны шапкозакидательством заниматься нельзя. Надо работать с этой Америкой, которая есть, и пытаться, если не остановить, то хотя бы притормозить вот этот разворот этого огромного американского корабля. То есть это какой-то прообраз маленький и очень пока несущественный той политики, которая может появиться там через несколько лет. Это вот первая проблема, с которой, мне кажется, мы сталкиваемся. Второе. Американцы немножко озадачены тем, как были решены проблемы Крыма. В том смысле, что, ну, логика у них такая, что Владимир Путин, главный, наверное, своей целью всего своего пребывания во главе России, скажем, вот всех 14 лет пребывания во главе России, главной своей политической целью ставил приоритет территориальной целостности. Это был его, так сказать, любой страны, это был вообще, так сказать, его главный флаг. Территориальная целостность превыше всего. Но американцы как-то с этим свыклись, привыкли, да, они, так сказать, все время поддерживали территориальную целостность в Чечне, российскую, как бы им не нравились тогда чеченские повстанцы, они поддерживали Кремль в то время. И вот когда Россия изменила принципиально свою позицию по вопросу территориальной целостности, Грузия была воспринята как такой случайный изгиб. Потому что Путин потом продолжал говорить о важности территориальной целостности, о которой превышает, так сказать, право нации и народов там на самоопределение, сегодня явно это рассыпалось. Сегодня Россия предпочла самоопределение, и американцы не могут понять, как Россия могла это сделать в условиях, когда она сама стоит перед угрозой точно такой же. Проблемы, так сказать, территориальной целостности России никуда не делись. И американцы здесь чешут затылки и думают, так сказать, почему так вот случилось. Это нелогично, это не соответствует, по их мнению, национальным интересам России. Дать такой пример, Россия вроде была страна, которая действительно защищала национальную целостность, там, будь это Сирия, будь это Ливия, будь это то же самое Косово. Но когда российские власти стали говорить, что вы сделали то же самое, что Косово, и это нас оправдывает, отвергая 15 лет критике Косово, и применяя те же самые аргументы, которые применяли американцы в свое время по отношению к Косово, то, в общем, немножко мир озадачился. И вот теперь не могут все понять, американцы, по крайней мере, может быть, кто-нибудь объяснит, то есть Вячеслав Алексеевич объяснит здесь, что же тогда, как Россия относится к идее территориальной целостности других государств, насколько это ценно и важно для России, имея в виду, что внутри России продолжают существовать национальные границы, этнические границы, это очень опасная ситуация, мы все это понимаем, что Россия тоже держится, так сказать, в общем, в общем-то, большая политическая проблема для России. Потенциально есть анклавы, есть проблемные территории, разница между регионами экономическая огромная, Россия еще разделяет там религиозные, культурные, национальные, там языковые, какие угодно проблемы. То есть, вот как в этих условиях можно взять и повернуть свою страну в сторону, так сказать, отказа от принципа территориальной целостности, американцы не понимают. И второй, может быть, такой из важных вопросов, который немножко озадачил американцев и заставил их дергаться, это проблема международного права. Россия тоже, в общем-то, и Путин позиционировал себя как лидер из страна, которой он руководит, лидер признания традиционного международного права в самом традиционном смысле этого слова, нерушимость границ, любые, так сказать, вещи через международные организации, через переговоры, через бесконечные согласования, консенсусы. И вдруг тоже отказаться от такого принципиального для себя явления, как признание фундаментального международного права и действовать в одиночку, вопреки всяким ООН и так далее. Тоже, в общем, президент, который немножко удивил весь мир. Вот в этом вот котле, где нельзя понять, в чем же сегодня приоритеты российской политики, при этом Россия говорит, мы страна теперь стала после 20 лет уверения всего мира, уверения всего мира, что мы часть Европы, вдруг в прошлом году на Валдайском форуме Владимир Путин встает, и вот я это видел, сидя на первом ряду, он говорит, а мы не часть Европы, мы теперь вот все, мы не Европа. У нас другие ценности, Европа, так сказать, для нас нечто враждебное, это другое, мы расходимся, так сказать, мы являемся традиционной страной, стоящих на традиционных ценностях, не очень понятно каких, но традиционных. И после этого, так сказать, вот такие фундаментальные изменения в российской политике, принципиальные, стратегические, которые влекут за собой очень серьезные стратегические изменения, видимо, долгосрочные. Вот они сегодня, мы их видим, они начались, и Америке надо на это реагировать. Плохо реагируют, хорошо, неважно, но они так выглядят из Вашингтона. Так сегодня Россия выглядит из Вашингтона. Если до этого у России была репутация страны непредсказуемой, то сегодня эта репутация очень сильно укрепилась. Россия страна непредсказуемая, и, как говорят американцы, единственное, что является предсказуемой в отношении России, это ее непредсказуемость. Вот это можно предсказать. Россия сама не знает, что она сделает в следующий момент. Когда Путин сказал, а мы не планировали Крым, а потом это случилось, это стало, как ни парадоксально, еще одним доказательством того, что, ну вот, что сделает эта страна в следующий раз, никто не знает. Знаете, а во внешней политике, я много раз об этом говорил, непредсказуемый друг гораздо хуже предсказуемого врага. Вот Вячеслав Алексеевич вспомнил Советский Союз, Советский Союз был предсказуемым врагом, с ним было легко иметь дело. Россия, получается, в глазах американцев, нравится это нам или нет, мне нет, но Россия является непредсказуемым другом, непредсказуемым союзником. И вот это вот большая проблема для американцев. От всего непредсказуемого типа надо держаться, надо держаться подальше. Надо держаться подальше, а когда у России просят объяснить, почему же она вот так делает, я присутствовал много раз о Вашингтоне, в Москве, россияне говорят, а вот умом Россию не понять. И гордо уходят. Понимаете, я не знаю, как в России, в общем, ну, в Америке фраза умом Россию не понять воспринимается как приговор. Если умом не понять, то как с вами работать? Если вас нельзя просчитать, то как с вами работать? Пусть вы делаете правильные вещи, но если их просчитать нельзя, мы не можем рассчитывать, что вы так и так себя поведете в этой ситуации, то вы действительно умом вас не понять, вы сами себя умом не понимаете, ну и что тогда вы от нас требуете? Тогда от вас надо держаться подальше, давайте, строите вокруг себя буквально чернобыльский, так сказать, саркофаг, живите как хотите, ради бога, так сказать, а весь мир будет жить по другим правилам. Отсюда вот эти идеи разворота политики, санкции, так сказать, изоляции России и так далее, что не потому что мы вас не любим, конечно, там часть американцев немалая не любит политического класса России, а потому что никто не знает, что от вас ожидать. Вот как от непредсказуемого соседа, он сегодня с вами дружит, а завтра там вам, я не знаю, дверь подожжет. Вы не знаете просто, поэтому лучше держаться подальше. Вот такое отношение, к сожалению, начинает складываться. И возвращаясь к моему первому тезису, то, что мы не можем понять логику друг друга, то есть Россию не слышат на Западе, Запад не слышат здесь, усиливает вот это вот непонимание, усиливает эту непредсказуемость и усиливает желание держаться от России подальше. То же самое, вот последний пример, на этом я наклоняю вступление свое, то же самое с этим знаменитым теперь разворотом в Китай. Вот с какого, спрашивается, вот кто мешал разворачиваться раньше? Вот отношения там испортились, вдруг Россия теперь полностью поворачивается к Китаю, китайцы радостно потирают руки, понятно, что, так сказать, Китай получит Россию во всем ее великолепии сейчас. Ну и опять весь мир, так сказать, не может понять, Россия азиатская страна, так сказать, становится бензоколонкой для Китая, или она, так сказать, все-таки европейская страна. Я, например, считаю, что Россия европейская страна, но поворот к Китаю приведет к тому, что Россия окажется в состоянии Украины, разорванной между Европой и Китаем. Я считаю, что есть большая опасность России оказаться в положении нынешней Украины, когда часть страны будет туда, часть страны туда, экономика будет толкать в Китай, политика и культура будут толкать в сторону Европы, но не буддисты же. Вот, то вот все эти проблемы, конечно, вызывают очень много вопросов. И если вот на все это наложить еще и общую проблему, связанную с тем, что, конечно, Америка теряет контроль над миром, она этого еще даже не понимает в полной мере, мир убегает вперед, американцы не догоняют этот убегающий вперед мир в своем, так сказать, политическом видении. С другой стороны, мир действительно меняется, Россия, мне кажется, переоценивает степень убегания вперед мира. Американцы недооценивают, Россия переоценивает полное в результате непонимания. Политика, которую мы видим, является политикой экспромта и импровизации сплошной, потому что стратегии ни у кого нет. Возврат к военным силам, возврат к военным бюджетам, к армии, расчет на оружие, на человека с ружьем. Вот мы возвращаемся к тому вопросу, о котором сказал Вячеслав Алексеевич. И возвращаемся к той ситуации, которую мы никогда не имели в годы Холодной войны. Потому что никогда наши разногласия идеологические не приводили к такому острому, практически почти военному противостоянию. Сегодня у нас нет разногласий ни идеологических, ни каких-то политизированных. Но мы пришли практически к вооруженному противостоянию очень близко. И что с этим делать, сегодня толком никто, по большому счету, не знает. Спасибо большое. Ну, затравку для дискуссии отдал, Николай Васильевич развил. Итак, тезис номер один. Россия не смогла себя объяснить. Ну, на мой взгляд, да, Россия не смогла себя объяснить. Я недавно услышал анекдот, что сидят два российских танкиста на элисейских полях, попивают капучино и говорят, да, информационную войну-то мы проиграли. Понимаете, Россия никогда не могла себя объяснить Западу. Я не буду вступать сейчас в дискуссии о том, является Россией Европа или нет, и можно ли Россию понять умом. Об этом я скажу немного, когда буду презентовать свою книжку «Российская матрица», посвященную именно этой теме. Но скажу так, что с начала XVI века Россия в принципе не могла себе объяснить Западу, потому что там были действительно диаметрально противоположные интересы и ценности. Что касается нынешнего этапа, я бы подчеркнул вот что. Наверное, впервые и Запад не может себе объяснить Россией, потому что даже во времена Холодной войны всё-таки западная точка зрения получала распространение и понимание в Советском Союзе, в Чехословакии и так далее. Сейчас западная точка зрения присутствует, но она абсолютно не вступает в резонанс с настроениями общества. То есть здесь, очевидно, происходит разрыв действительно на каком-то уже ценностном, мировоззренческом уровне между Россией и Западом. И никогда со времён Холодной войны, а может быть и раньше, потому что раньше не меряли, не было такого антизападного, особенно антиамериканского настроя Российской Федерации. То есть сейчас уровень симпатии в отношении Америки находится просто на самом низком уровне, прежде всего из-за восприятия, что Америка выступает заодно с бендеровцами. То есть это Америка, которая всегда выступала как сила на стороне демократии. Очень важный тезис, действительно, что Америка теряет контроль над миром, и в значительной степени американская нынешняя политика – это борьба за продолжение мировой гегемонии и предотвращение создания центра силы альтернативного Соединённым Штатам, способного бросить вызов американскому доминированию. И действительно, чем дальше, тем эту задачу, оказывается, реализовать сложнее, потому что Соединённые Штаты сейчас испытывают достаточно серьёзные финансовые ограничения, и, кроме того, идёт подъём альтернативных центров силы, которые воспринимают себя не как сфера американского влияния. И поэтому, конечно, очень болезненное, во-первых, восприятие вот этой вот потери своего абсолютного могущества, а, с другой стороны, стремление всё-таки закрепить по максимуму сферу собственного влияния. Я считаю, что действительно Соединённые Штаты сейчас спешат с помощью дешёвых относительно способов, тем не менее, ну, типа смены режимов, это действительно гораздо дешевле, чем там осуществлять войну в Ираке, да, гораздо дешевле и гораздо меньше политические последствия от этого и так далее, попытаться расширить и насколько можно укрепить сферу своего геополитического влияния. И отсюда, вот, в том числе и этот украинский конфликт. Для меня также очевидно, что это всё действительно надолго, и у меня ощущение, что мы находимся не в конце какого-то процесса, а скорее в начале. Здесь я с Николаем согласен, Соединённые Штаты действительно, вот этот огромный корабль начинает разворачиваться. В то же время, конечно, идёт разговор о санкциях там более высокого порядка, затрагивающая сектора российской экономики или даже всю российскую экономику. Но здесь, естественно, встаёт большой вопрос, насколько это всё реализуемо. То, что Америка может навредить российской экономике, безусловно, но поставить российскую экономику в то же положение, в какое, скажем, был поставлен Иран, Соединённым Штатам просто невозможно. Потому что, ну, посмотрите на карту, изолировать Россию довольно нереалистично. Россия в достаточной степени самодостаточная, с одной стороны, страна, с другой стороны, у неё очень серьёзная система взаимодействия с государствами, которые вовсе не готовы реагировать на любые приказы из Вашингтона. Вот интересное замечание насчёт отсутствия между Россией и Соединёнными Штатами каких-то идеологических противоречий. Они действительно в какой-то момент, казалось, отсутствовали, но сейчас, вот читая американских идеологов, слушая лидеров американского государства, у меня создаётся впечатление, что даже если этих противоречий нет, они достаточно активно создаются. То есть вот эта картина мира, борьба сил демократии с силами мирового авторитаризма, которые олицетворяют Россия, Китай, Иран и Северная Корея, вот эта вот четвёрка государств, которые, собственно, являются и мишенями, возможными для американского ядерного нападения. То есть вот это вот противостояние сил добра и демократии, которые олицетворяют Соединённые Штаты и их союзники, и силы зла, которые олицетворяют Россия, Китай, Иран и Южная Корея, и вот эта идеологическая конструкция, она, безусловно, ну ещё может быть Сербия, но, извиняюсь, Северная Корея, то это действительно, эта конструкция существует, но при этом Соединённые Штаты, значит, провозглашают политику сдерживания России, и Макфоу был первым, пожалуй, кто написал развернутую статью, ну явно не давали лавры Джорджа Кеннона, автора «Длинные телеграммы», и он призвал к сдерживанию России, но затем появилось растущее количество публикаций, в общем-то, видных американских аналитиков, которые говорят о двойном сдерживании, о том, что Соединённые Штаты и их союзники теперь должны осуществлять политику двойного сдерживания в отношении России и Китая, но двойное сдерживание первой и пятой экономик мира, это может быть достаточно тяжёлым занятием для Соединённых Штатов Америки, потому что финансовое положение США далеко в этом смысле не блестящее, и смогут ли Соединённые Штаты вообще физически, да со своими союзниками даже, осуществлять такую политику двойного сдерживания. Интересный вопрос о соотношении террориальной целости, неправа на самоопределение и как здесь изменилась позиция Российской Федерации. Но вообще вопрос-то на самом деле запутанный и предельный в международном праве. Если мы встаём на позиции международного права, в международном праве есть и то, и другое. Там есть и принцип территориальной целостности, и принцип права на самоопределение, Причем каждая страна в той или иной ситуации использовала либо один принцип, либо другой, исходя из собственных интересов. Собственно, в этом и заключается диалектика развития. Потому что если кто-то стоит на принципе территориальной целостности, он никогда не объяснит, почему в 1945 году на планете было 50 государств, а сейчас в Организации Объединенных Наций 193. Ясно, что принцип территориальной целостности не соблюдался. И принцип права на самоопределение был, конечно, гораздо более определяющим. Почему Россия в этой ситуации заняла ту позицию али иначе? Здесь я бы перевел из плоскости международного права, потому что здесь мы можем действительно найти правовые аргументы для чего угодно в международном праве. И перевести это в несколько иную плоскость. Потому что логика действий России в отношении украинского кризиса, она объясняется не соображениями права и не соображениями внутрироссийской ситуации, связанной с правами нации на самоопределение или теми или иными сепаратистскими настроениями в российских регионах. На самом деле в России сейчас внутри нет сепаратистских настроений, просто нет. Предложите сейчас Тыве выйти из Российской Федерации, или Калмыкии, предложите выйти из Российской Федерации, или Чечне, представьте, там просто нет настроений за выход из Российской Федерации. Они просто отсутствуют. Поэтому подобного рода рисков для России в практическом плане не существует. Но логика принятия решений совершенно иная. Логика принятия решений, связанная с восприятием, на мой взгляд, справедливым восприятием угрозы превращения Украины в члена НАТО, как экзистенциальной угрозы для России. Как угрозы экзистенциальной, то есть угрозы существованию Российской Федерации как страны и его народу. Почему? Причины здесь две. Первая причина заключается в том, что, учитывая высокий конфликтный потенциал, особенно сейчас российско-украинских отношений, очень легко представить себе ситуацию, когда возникнет конфликт, который будет интерпретирован в Брюсселе и Вашингтоне, как конфликт, предполагающий использование пятой статьи Вашингтонского договора. То есть о коллективной обороне против агрессии. И в этом случае мы получаем войну моментально. То есть любой конфликт в Донецке означает войну между Россией и НАТО. Учитывая потенциалы сторон, очевидно, что порог применения ядерного оружия в таком конфликте будет очень низким. Это значит, что мы получаем ядерную войну. С другой стороны, все серьезные российские военные аналитики исходят из того, что Украина в НАТО и размещение на Украине военной инфраструктуры НАТО в полном объеме будет означать, что Россия в принципе незащитима с военной точки зрения. В принципе незащитима. То есть для России, если для Соединенных Штатов это вопрос продвижения своих геополитических позиций, укрепления этих геополитических позиций, даже, согласимся, продвижения каких-то ценностей, хотя, безусловно, ценности здесь на втором плане перед геополитикой, то для России это вопрос жизни и смерти. И поэтому решения, которые сейчас принимает Россия, они исходят из этого, из восприятия вот этой угрозы Украины в НАТО как угрозы экзистенциальной. И поэтому Россия в данной ситуации не будет смотреть так уж пристально на международное право и рассматривать это скорее не в косовском контексте, а в контексте, скажем, германском. Воссоединение Германии это было то, что противоречило тогдашнему международному праву, противоречило Хелисинскому акту, но тем не менее Советский Союз объединение Германии поддержал. Естественно, воссоединение с Крымом имело под собой ничуть не меньшее основание с точки зрения желания людей воссоединиться и с точки зрения исторической справедливости. Хотя, действительно, в правовом отношении, может быть, это было и не совсем безупречно. Поэтому здесь совершенно другая логика. Предсказуемая ли Россия страна? Она очень предсказуемая страна, исключительно. Вот с точки зрения реагирования на экзистенциальные угрозы она всегда была стопроцентно предсказуемой, то есть она защищала свои собственные национальные интересы. Теперь по поводу России и Китая. Знаете, вот эта реакция такая болезненная на Западе, на российско-китайское сближение, действительно какая-то болезненная, ненормальная, она была связана с тем, что вообще, я считаю, одна из главных проблем Запада и Америки в первую очередь, включается в том, что там очень сильно верят в собственную пропаганду. То есть они сначала создают пропагандистские клише, а потом в них очень сильно верят. Чего у нас, кстати, никогда не было. Мы создавали пропагандистские клише, но при этом понимали, что вот это пропаганда, а вот это вот реальность. В Соединенных Штатах это не всегда так, особенно когда послушаешь госпожу Нуланд или особенно госпожу Псаки, которая стала уже именем нарицательной. Но, понимаете, вот на протяжении всех последних лет в Соединенных Штатах, как мантра повторялась, что никакое российско-китайское сближение вообще невозможно, потому что интересы слишком различны. Что никакого сближения в рамках БРИКС в принципе быть не может, потому что это слишком разные страны, там демократически, автократически, они друг с другом никогда не договорятся и так далее, и так далее. Это полный блеф и так далее. Что таможенный союз это абсолютная пустая вещь, там ничего никогда быть не может. Это были элементы того, что сами американцы называют wishful thinking. То есть выдавали желаемое за действительное. На самом деле российско-китайское сближение шло очень серьезно и очень давно. Я являюсь участником этого сближения. Я извиняюсь, еще в Первой Государственной Думе, как раз с Олегом Морозовым, там тоже занимались проблемой пограничного регулирования. С Китаем тогда ратифицировали договор о границе, это была не такая простая ситуация. Но за эти 20 лет прошло очень много. Китай наш давно уже важнейший экономический партнер, важнейший политический партнер. И отношения между нами, они являются отношениями стратегического партнерства. У России бывают стратегические партнерства с Гондурасом, но у Китая стратегическое партнерство только с Россией и ни с кем больше. Это обозначается также и отношения с Соединенными Штатами, но согласись, там все-таки несколько другое измерение. То же самое БРИКС. Это серьезнейшая организация, на долю которой приходит 43% человечества. И организация очень даже действующая. Как председатель Российского национального комитета БРИКС, я скажу, это очень серьезно. Это уже 25 форматов сотрудничества. Гораздо больше, чем с Европейским Союзом или тем более с Соединенными Штатами, с которыми вообще сейчас нет ни одного формата сотрудничества. И сейчас Махендра Моди, который был избан премьер-министром Индии, куда он совершит первый визит? Туда же, куда совершил свой первый визит Си Цзиньпин, китайский лидер. Он совершит этот визит в Москву. И давайте вот на последнем, как раз на академическом форуме БРИКС, где я возглавляю российскую делегацию, Брио-де-Жанейро, я в шутку сказал моим коллегам, а давайте-ка мы проведем следующий академический форум, поскольку следующее председательство российское, давайте мы его проведем в Ялте. Ялта – это подходящее место для обсуждения серьезных геополитических изменений. И то, что я сказал в шутку, было абсолютно всерьез поддержано моими коллегами из Бразилии, Южной Африки, Индии и Китая. Я боюсь, что эту идею только могут испортить в нашем МИДе, предпочтя какое-то другое место по иным соображениям. Но в любом случае степень изолированности России в этом мире, степень подчиненности России каких-то китайским интересам, здесь не стоит преувеличивать. На самом деле положение России более стабильное, есть на кого опереться, есть разного рода альтернативы в этих условиях. Да, Америка может сильно навредить России и будет вредить, тут у меня нет сомнений. Ожидать, что американцы изменят свой внешнеполитический курс и откажутся от сдерживания России в ближайшие годы, для этого оснований я действительно серьезных не вижу. Ясно, что Россия воспринимается как альтернативный Соединенным Штатам центр силы. На самом деле Россия не является альтернативным центром силы, Россия является центром силы, самостоятельным центром силы. И она будет оставаться таковым вне зависимости от того, что думают в Вашингтоне. Николай Васильевич. Говоря о wishful thinking, я все время выдвинул такую теорию лет 15 назад, может быть, поменьше, даже на русском есть книжка на эту тему приведенная, про теорию так называемого бесполярного мира. Я считал, что никакой другой мир по окончанию холодной войны не начнет складываться. Не будет центров силы, не будет многополярного, двухполярного, трехполярного мира. Будет мир, как я его назвал, бесполярный, который приведет к тому, что не будет ни одной страны или центра силы, способной навязать свою повестку дня более-менее глобальному сообществу. Вот сейчас мы приближаемся к этому. Мы приближаемся к такому миру, где на самом деле опасность любых военных конфликтов очень велика, потому что нет, как раньше говорили, больших полицейских, глобальных полицейских, которые способны между собой договориться и остановить это развитие событий. Поэтому, наверное, можно считать, что и Россия будет центром силы, и там кто-то еще будет центром силы, но в условиях вот этого бесполярного мира, я продолжаю считать, что именно он сегодня складывается, это как раз и представляет опасность, что сегодня, да, весь мир может поругаться по поводу Ирана, Сирия может, так сказать, привести к войне, даже Северная Корея может поставить весь мир на колени, имея совсем небольшое ядерное оружие. Я, кстати, считаю лично, что самой большой ошибкой, что ли, скажем так, украинской власти было то, что они отказались от ядерного оружия. Если бы Украина сегодня была ядерной державой, ни Россия, ни Запад туда бы не сунулись. К вопросу о том, что это какой пример дает это всем остальным странам, на что сегодня делать упор. Я уверен, что, так сказать, это тенденция, так сказать, и к ядерному оружию, и к усилению своей военной мощи будет преобладать, и это очень сильно ударит по глобальной экономике. Какой дурак сейчас откажется от ядерного оружия, когда мы видим Украину, раздираемую на части двумя-тремя другими странами, ослабленную без армии, видим Северную Корею, которую все боятся трогать, потому что у нее есть бомба. Дешевый, такой эффективный механизм сохранения своей территориальной целостности. Вот это реальные условия, в которые мы живем. Что касается очень важной тезисы, Вячеслав Алексеевич сказал по поводу санкций, действительно разные, разные есть мнения по поводу санкций в Соединенных Штатах. Первоначальные санкции, которые ударили по людям вокруг Путина, они заключались в том, идея была в том, что вот эти люди придут к Путину и скажут, что типа парень остановись, наши интересы были зажаты, там по нам ударили. Сегодня трудно сказать, привело это или не привело к какому-то результату. Если и привело, то не к столь значительному, как считали американцы, но как считают многие американцы в политическом классе, что Россия сама себя накажет больше. Надо ее толкнуть в этом направлении. Если толкнуть Россию в направлении зацеллинизма, то Россия сама себя изолирует так, что мало не покажется. И потом приводят в примеры все, что сегодня происходит в России. И закрытие гражданского общества, и отказ от поездок 6 миллионов человек, сейчас работающих, запрет на поездки за границей, от судебных до полицейских, армейских, академических сотрудников, до отказа от западных товаров, разговора. Да ради бога, делайте, говорят они, зачем. Мы толкнули этот паровоз, вы теперь сами катитесь со своими собственными фобиями и так далее. Я не говорю, что это правильно или неправильно. Я вам рассказываю, как это выглядит из Вашингтона. Со своими собственными фобиями катитесь вниз с этими санкциями, сами себя накажете больше, чем мы когда-либо могли себя наказать. Тот же поворот к Китаю. Да, на самом деле есть опасения, есть безразличия, есть опасения. Вячеслав Алексеевич абсолютно прав. С одной стороны, безразличие, потому что говорят, ну действительно, китайская экономика, российская, там они рядом не стоят, никак, но Китаю нужна бензоколонка, вот он будет качать, так сказать, из России. Хозяин бензоколонки, никто никогда не спрашивает ни о чем. Приезжают, заправляются и уезжают. Хотите быть огромной бензоколонкой для огромного Китая, ну будьте, ради бога, все равно, что вы, так сказать, помните, как это, что вы, эту нефть пить, что ли будете? Все равно надо продавать. Куда? Не на западных, в Китай. Но, как говорят многие экономисты, Китай же никак, вернее, многие политические аналитики, Китай никогда, никогда, никогда не идет на никакие политические союзы ни с кем. Сила Китая в том, что он продвигает, он превратился в великую державу за последние 30 лет через экономическую экспансию. Сегодня целью его экономической экспансии является Россия. Вот так получилось, она сама упала бы в руки, считает, в Вашингтоне. Ради бога, вы даете Средней Азии уже там, уже значительная часть всей Азии там, вот теперь и Россия, так сказать, туда. И то, что сказал заместитель председателя Высшего Совета Китая на пресс-конференции с Дворковичем, у вас есть территория, у нас есть люди. Вот секрет Китая, так сказать, в отношении России, у вас огромные территории пустые, а у нас очень много людей на севере, которым нечего делать. Вот, да, судите сами. А если говорить о каких-то, так сказать, взаимозависимостях, то многие экономисты глобально считают, что на самом деле в мире есть одна большая экономика, американо-китайская. Вот она такая большая, что уже с ней ничего не случится. Поэтому все политические разногласия между Америкой и Китаем ничтожны там от Тайваня до прав человека, все про это забыли, потому что все зарабатывают деньги. И такие деньги, которые никогда Россия и Китай зарабатывать не будут в их проектах. Я не знаю, я не экономист, правда это или нет, но такая позиция на самом деле существует. Что касается отношений вот американцев к России, один момент я только скажу, опять-таки дам слово Ильичу Славу Алексеевичу, или как там, или как, я не знаю, какой там формат. Дальше. Вот, но очень важно. Я его определю, не понимаю. Что? Я определю формат. Вот она демократия. Очень важно, понимаете. Последнее слово всегда остается за ведущим. Вы знаете? Да, я часто выступаю ведущим, я тоже пользуюсь этим демократическим правом. Вот. Понимаете, есть еще один тезис, в котором бы хотелось, американцам хотелось разобраться. И не только, наверное, американцам, россиянам. Я выступаю в Америке, я совершенно очевидно, открыто и публично много раз выступаю против санкций, выступал и выступаю, считаю это имитацией политики, это не так надо делать. Вот. Меня за это сильно там критикуют. Я, так сказать, там как белый ворона отчасти. Но, тем не менее, это моя принципиальная позиция. Вот что американцы не очень понимают, и я тоже с этим пытаюсь бороться, но не очень успешно, это объяснение всего, что происходит в России через призму фигуры Владимира Путина. Они считают, что в России сформирована так называемая путинская Россия. Вот это «Путин с Раша» это заголовок каждой второй статьи или каждой третьей книги, которая выходит в Америке или на Западе о России. «Путин с Раша». Путин преобразил Россию в то, что она представляет из себя сегодня. Я с этим, честно говоря, не согласен. Я, вот мы только что с Володей Соловьевым написали книжку, которая на следующей неделе появляется, можно пропиариться, да? Которая на следующей неделе появляется в книжных магазинах российских под названием «Русский вираж». Там мы пытаемся бороться как раз с этой точкой зрения и доказываем, что не путинская Россия, то, что мы имеем вот сейчас, а проблема в том, что в России сформировался на запрос политики, которые проводит Путин. Скорее, это российский Путин, а не путинская Россия. Вот почему сформировался этот запрос в России? Почему Путин настолько уникальный и фантастический русский феномен? Ни в какой другой стране мира такой лидер появиться, на мой взгляд, не мог. Он русский феномен. В чем эта феноменальность русского запроса на такую политику сегодня? И как это изменить? И поэтому я фундаментально не согласен с американским подходом, что надо давить на Путина и таким образом изменить Россию. Я считаю, что если работать с Россией, то надо работать с Россией, а не с ее лидером, потому что он в гораздо большей степени просто является выразителем той самой политики, запроса, которую есть в стране. И дальше начинаются уже такие разногласия в тех же санкциях. Многие считают, что надо ударить санкциями так, чтобы пострадала российская экономика, сектора некоторой российской экономики, конкретные люди, банки, финансы, энергетика. Немалая часть американской элиты считает, что надо ударить по людям, по россиянам, чтобы россияне поняли, что весь вред у них, то, что они страдают, они будут страдать от того, чтобы во главе их стоит Путин. И вот такая дискуссия там на самом деле тоже идет в Битт Клинт. С одной стороны, многие говорят, давайте ударим по Путину и его команде, а с другой стороны, снимем любые визовые ограничения, пусть народ разъезжается. Другие говорят, ни в коем случае, наоборот, зажмем россиян, так сказать, как можно теснее в России, и пусть они винят своего Путина за то, что вот они оказались изгоями глобального мира. Вот такие дискуссии сейчас тоже ведутся. Я думаю, что вот к этому тоже России надо быть готовой, участвовать в аргументах по этим вопросам. И в любом случае, ни в коем случае не поддаваться вот на то, с чего я начал, на эту улавку, что американцы бросили, и не только американцы, бросили лозунг изоляционизма, и огромное количество людей в России поддержали этот лозунг и стали, так сказать, доказывать, что да, раз так, мы сами вот закроемся, вы нам нафиг не нужны, мы сами тут себе проживем, и мы сами себя изолируем еще лучше, и вам от этого будет хуже. Нельзя на злого соседа сжечь свой дом. Вот, чтобы российская политика не превратилась в это. Спасибо большое. Ну, я уже буду просто завершать дискуссию, поскольку мы и так выбились за все кронологические рамки. Значит, вопрос, связанный с Китаем. Знаете, в нынешнем мире, если говорить о том, чьей бензоколонкой лучше быть, ну, естественно, лучше быть бензоколонкой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потому что там и спрос больше, и бензин дороже. Поэтому вот с этой точки зрения, с практической, конечно, а лучше быть бензоколонкой для всех, если уж ты этим занимаешься. Кроме того, я просто напомню, что современная энергетика, это как раз и есть хай-тек. Вся современная энергетика, это супер-хай-тек. И что, что будут какие-то сейчас проекты на Дальнем Востоке, это будет, Путин справедливо сказал, самые крупные строительные проекты в мире, которые разовьют нам еще и регион. Теперь по поводу Китая и его неожиданного возвышения. В последние четыре тысячелетия Китай не был первой экономикой мира только на протяжении двух веков. Поэтому никакого такого неожиданного возвышения Китая не было. Так произошло после опиумных войн, произошла некая аберрация. Аберрация, а до этого на протяжении практически четырех тысячелетий Китай и был самой населенной страной в мире и крупнейшей экономикой мира. Поэтому аберрация, это как раз Китай не наверху этой системы. При этом у Китая абсолютно нет какой-то экспансионистской парадигмы в своем развитии. А что касается главной стратегической озабоченности Китая, то она всегда выражалась в великой китайской стене, которая на 6 тысяч километров протянулась по северным границам Китая. Угроза севера, это была самая большая озабоченность Китая на протяжении всех этих четырех тысячелетий. Вот сейчас впервые китайцы получили защищенную северную границу и сняли свою главную стратегическую озабоченность, которая у них есть. И вот ставить под угрозу вот это свое достижение точно не будут. Китай – это нация, которая, во-первых, всегда смотрела на восток, а не на север. На север она видела только угрозы. Это нация, которая смотрит на восток и которая на самом деле вовсе не имеет каких-то экспансионистских намерений в отношении России. Я не говорю о части китайского населения или даже элиты, которые, в общем-то, имеют антироссийские разного рода настроения. Поэтому Китай в данном случае – это партнер, причем очень важный, действительно становящийся уже первой экономикой планеты уже в этом году, по последним оценкам. По паритету покупательной способности, а именно это определяет, именно паритет способности определяет силу государства в большей степени, чем объем ВВП по обменному курсу. Поэтому, да, Китай – это не единственный выбор России, но Китай – это важнейший партнер. И он сейчас неизбежный, такой indispensable партнер для любой страны на планете. Поэтому Китай – это к тому же и действительно выражение силы Путина как главы государства, один из факторов силы. И я абсолютно согласен, вот я завершу нашу дискуссию на том, что я абсолютно соглашусь с Николаем Злобиным, в том, что сила Путина как раз заключается в том, что не он тащит за собой Россию, а он следует за российским общественным мнением. То, что мы обсуждали утром и все другие шаги. Вот не было ни одного шага президента Путина за последние годы, который бы не пользовался поддержкой как минимум двух третей российского населения. И в последние годы не было ни одного шага, который бы не пользовался поддержкой как минимум двух третей российского общества, даже самые спорные. А демократия, кстати, это когда ты реализуешь настроение собственного народа, а вовсе не настроение людей, которые живут в другой стране, или не настроение специальных служб этих государств. Спасибо. Не надо, не надо. Спасибо Николаю, спасибо Ричарду, спасибо Мареку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова